Приветствую, друзья! Сегодня я хочу поговорить с вами на очень сложную тему. Сложную в объяснении и неоднозначную в восприятии, но тем не менее необходима. Эта тема – обмен военнопленными между Россией и Украиной. Обмены военнопленными с начала войны случаются достаточно регулярно. 24 августа, например, состоялся обмен 115 на 115. Это был первый обмен с начала операции ВСУ в Курской области. И уже 55-й по счету с 24 февраля 2022 года. 55 состоявшихся обменов звучит солидно. Но в российском плену до сих пор продолжают находиться тысячи украинских солдат, в том числе защитники Азова. Долгое время лично я считал, что дальнейшие обмены не происходят из-за дисбалансов пленных. Я думал, что российская сторона получила всех пленных российских солдат, и Украине просто некого предложить. Оказалось, что это в корне не так. Оказалось, что в Украине есть несколько лагерей содержания российских военнопленных, и украинская сторона готова вернуть российских солдат домой. Естественно, в обмен на украинских пленных. Но обмены тормозятся из-за нежелания российских властей. Вы вправе не доверять моим словам, если они не подтверждаются доказательствами, но такие доказательства у меня есть. Но сначала я попрошу вас поставить этому видео лайк и оставить под ним какой-либо комментарий, а потом поделиться им. Я очень редко прошу свою аудиторию такой поддержки, но сейчас это необходимо. Дело в том, что все ролики про военнопленных и с военнопленными YouTube воспринимает очень критически, пессимизирует их выдачу. Платформа хочет оставаться развлекательной, семейной и привлекательной для рекламодателей. А поэтому весь тяжелый, неразвлекательный контент на YouTube не приветствуется. Если политические высказывания на своей площадке YouTube хоть и не продвигает, но терпит, то ролики про тяжелые реалии войны и пленных просто пессимизируют. Но не говорить на эту тему тоже нельзя. Других столь массовых площадок у российской оппозиции не так много. Поэтому еще раз просьба помочь с продвижением, лайк, комментарий, репост. Все работает на то, чтобы об этой важной теме узнали как можно больше людей. Российский антивоенный комитет, с основателем которого я являюсь, считает важной и правильной задачей заниматься правами военнопленных. С обеих сторон, разумеется. После достаточно напряженных переговоров нам удалось получить доступ к российским военнопленным в украинских лагерях. И участник антивоенного комитета Анастасия Шевченко посетила одно из таких мест. Сразу оговорюсь, если бы у нас была возможность посетить российский лагерь с украинскими пленными, то мы бы, конечно, это сделали. Но, как вы понимаете, посещение российского лагеря членом антивоенного комитета с независимым визитом возможно лишь, как говорится, на долгосрочной основе. Ну, в смысле, от шести лет и более нахождения в лагере на общем или строгом режиме. Украинская же сторона после некоторых переговоров согласилась на визит российских антивоенных политиков. Анастасия Шевченко посетила лагерь во Львовской области в Западной Украине. Главные выводы и впечатления. Только в одном лагере содержится более 500 российских военнопленных. В основном из числа контрактников и добровольцев. Но есть и призывники. География и время попадания в плен самые разные. А ты откуда сам? В Владивосток. Город Орел. Орел? Да, Ромская область. Давно в плену? 4 месяца. 5 месяцев начался. Я сам этический армянин. Родился в Армении. Крайние 24 года проживали на территории России. В частности, это город Москва и Королев. В плен я попал 22 мая 2024 года. 1 марта 2022 года я попал в плен. Что сразу бросается в глаза? Значительная часть пленных россиян, если не большинство, это раненые и покалеченные солдаты. Украинские власти стараются лечить, выхаживать военнопленных, но ресурсов для этого у них, прямо скажем, нет. И, скорее всего, не будет. Насколько это видно на месте, в этом нет умысла, жестокости или какой-то мести. Но Украина небогатая, воюющая с превосходящим по силе противником страна, с уже разрушенной российскими бомбардировками экономикой. У Украины не хватает ресурсов для лечения и реабилитации своих собственных солдат. А еще есть гражданские, дети, беженцы, разбомбленные больницы, ушедшие на фронт врачи. Страна третий год не живет, а выживает. Причем, в основном, за счет помощи извне. Поэтому российских солдат в украинском плену, насколько мы видим, не бьют, не пытают, не унижают. Но назвать условия лагеря для военнопленных идеальными, для раненых и покалеченных солдат, ну, конечно, невозможно. Меня когда в плен взяли, меня взяли такие же солдаты, как и я. В мою сторону даже плохого слова не было сказано. Я нахожусь не в гостях, я нахожусь в плену на территории другого государства. Здесь как в плену. Такой же приказ здесь, сюда, как в плену. Но отношения нормальные. Даже с небольшими ресурсами украинцы стараются придерживаться международных норм содержания пленных. По Женевской конвенции пленные обязаны получать нормальное питание, они могут работать, даже получать небольшую зарплату. До недавнего времени им даже разрешались звонить родным. В целом, условия содержания пленных в Украине ничем от обычной тюремной жизни не отличаются. Но в отличие от российских тюрем, там следят за жизнью и безопасностью российских военных. Прагматично следят. Ведь каждый пленный россиянин в случае обмена – это вызволенное на свободу украинец. Все это сильно бьет по нарративам кремлевской пропаганды про украинские концлагеря, которыми пугают солдат, чтобы те не сдавались в плен. Украина готова менять российских пленных. Тем более, что украинцев в российском плену находится несколько тысяч. Тем более, что их условия содержания не очень-то соответствуют возможностям богатой страны, которая войны-то до сих пор не замечает. У нас же до сих пор СВО. Посмотрите на состояние этого украинского солдата в российском плену и после него. Украина к обмену готова. Украинские пленные согласны. Российские военнослужащие тоже. А вот Кремль по каким-то причинам на обмен не идет. Почему-то какая-то прям мистическая потребность удерживать в плену, например, азовцев. И она останавливает Путина от обмена. При этом обмен военнопленными – это практически исключительно гуманитарный шаг. Просто милосердие человечности. Ведь несколько сотен человек, часть из которых искалечены и с подорванным здоровьем, на фронте в тысячах километров – это ведь не про военный баланс. Война – и так отвратительное действие. Зачем делать ее хуже? Зачем отказываться от обменов? Для меня это просто за гранью добра и зла. Украина готова к максимальному обмену. Собственно, представители российского антивоенного комитета допустили с независимым визитом в лагере военнопленных с одной целью – показать, сколько российских солдат еще находится в плену, сколько еще есть возможностей для обмена. По сути, происходит парадоксальная вещь. Украинские власти обращаются к российскому общественному мнению, чтобы подтолкнуть Россию к обмену. Потому что сделать обмен усилиями только одной страны, ну, сами понимаете, невозможно. А Путин возвращать российских и, соответственно, украинских солдат домой не хочет. Российские власти и пропаганда любят кричать на каждом углу, что своих не бросают. Даже слоганом это сделали, но в реальности своих как раз бросают. Например, Россия отказывается забирать тяжелораненых и инвалидов, хотя Украина готова отдать их и без обмена. Также, судя по предыдущим обменам, власти РФ предпочитают в первую очередь забирать зэков, которых до 70% в списках на обмен. Ведь на них проще надавить и вновь отправить в окопы, угрожая тюрьмой. Для контрактников и мобилизованных в Кремле, видимо, жалеют обменный фонд. Для спасения, например, кума Путина Медведчука не жалеют ничего. Его обменяли на 200 солдат ВСУ, включая ненавистных российской власти азовцев. Ничего не жалкое для возвращения из немецкой тюрьмы наемного убийца Красикова. Спасают торговцев оружием, организаторов наркотрафика, шпионов-неудачников. Это свои. Этих не бросают. А вот военнослужащие российской армии для Кремля и власти свои только на словах. Когда проходит столь большой срок, все равно, конечно, все твои домыслы и догадки, они развеются. Ты не понимаешь, почему ты так долго находишься. Никто не понимает дома, потому что с моей стороны говорят, что меня не выдает украинская сторона. С украинской стороны мне говорят постоянно, почему тебя не запрашивают, почему тебя не забирает твоя сторона. Прошу понять, я не выгораживаю людей добровольно за деньги, пошедших убивать соседей. Те, кто совершил серьезные военные преступления, должны ответить. Но большинство пленных, покалеченных людей, уже достаточно страдануло. Если мы можем спасти чьи-то жизни на этой войне, если мы можем вернуть домой уже достаточно настрадавшихся людей, мы должны это сделать. Разве мы раньше плохо соседствовали друг с другом? А вражда? Ну а какая вражда? Мы всего лишь солдаты. У нас какой интерес вернуться домой? После того, что я увидел, ну в плане вот этой, что такое реально война и бой, не хочется вообще об этом даже вспоминать. Как умирают люди, как на троих глазах разрывают человека пополам, вытекают мозги. Я понял, в ней все хворош. Просто хочется домой, просто отойти от всего этого. Обмен военнопленными – это способ сделать ужасную войну чуть-чуть гуманнее. Гуманнее для раненых и покалеченных россиян, раненых и покалеченных украинцев из лагерей военнопленных. Я вижу только одну причину отказа от обменов. Кому-то просто плевать на людей, чужих и своих. Счастливо вам. Иногда кажется, что Путин просто поставил целью доказать всеми, что социопат за 25 лет в Кремле, растерявший вообще все человеческое, не должен быть у власти. Пора бы к нему прислушаться.